Добрый день, вернее вечер, рада вас видеть. Меня зовут Екатерина Георгиевна Середнякова и мы сегодня будем с вами совершать путешествие в такие прекрасные уютные места Абрамцево и усадьбу Барок. Конечно, эти названия, наверное, не требуют комментариев, все знают, что они связаны с именем нашего главного героя Василия Дмитриевича Поленова и, конечно, речь пойдет не только о тех местах, естественно, не только о тех местах, где он подолгу жил и работал, речь пойдет о удивительной универсальной одаренности этого действительно поистине ренессансного художника. И речь пойдет, конечно, и об его архитектурном таланте, об особом даре, об устройстве жизни вокруг себя, об его особой ответственности за мир вокруг. Я бы сказала, речь пойдет об его особым перфекционизме, который его отличал, например, от Савва Ивановича Мамонтова, поэтому мы с этими эпизодами их совместного творчества тоже сегодня познакомимся. Поэтому, вы знаете, в таких лекциях, сопровождающих выставку, всегда хочется больше внимания уделить такому, я бы сказала, портрету художника, каким-то его внутренним качествам, о которых обычно в экспозиции совершенно невозможно говорить, потому что там наше внимание поглощено шедеврами. Действительно, когда мы входим в пространство выставки Поленова, вы знаете, когда я первый раз туда попала, еще до открытия, у меня было ощущение, что я в окружении каких-то драгоценных камней. Вот правда, такое впечатление производит творчество Поленова. Потом, когда начинаешь уже разбирать эти драгоценности, погружаться в них, ты понимаешь, насколько тонким вкусом обладал этот человек, насколько он выделялся среди передвижников, и насколько он отличался и был своего рода, у меня невольно складывается такое словосочетание, прям крутится на языке белой вороной в эту эпоху, потому что Василий Дмитриевич весь прорастает в Серебряный век, не случайно у него было столько учеников, не случайно блистательная плеяда Серебряного века, Коровин, Левитан, Серов, они просто вышли из различных направлений творчества Поленова. И, собственно, очень многие художественные задачи, которые он решал, они лежат у истоков проблематики уже новой эпохи, эпохи национального романтизма и модерна. Но поскольку у нас речь идет сейчас об Абрамсовском кружке, как вы понимаете, то давайте вспомним, как Василий Дмитриевич познакомился с Саввой Мамонтовым. Дело было в Риме, куда в 1972 году Поленов, минуя Мюнхен и Вену, наконец приезжает, полный благих намерений изучать античное искусство, посещать музеи, он составлял график работы, хотел вести аскетический образ жизни, но понимаете, что ему помешала встреча с этой очень веселой компанией во главе с Саввой Ивановичем Мамонтовым, и он был буквально вовлечен в живые картины, в карнавалы всевозможные, и научные задачи отступили на второй план. Мы знаем, что в Риме новые яркие впечатления, дружба с будущими участниками Абрамсовского кружка, потому что там был и Адриан, и Мстислав Праховы, все это еще наложилось на трагическую историю влюбленности в Машу Аболенскую, которая внезапно умерла, и вот это событие наложило очень болезненный отпечаток на последующую жизнь и творчество Паренова. И он уехал из Рима на родину, вымоченцы, для того, чтобы залечить свои раны. И уже следующий этап, такой вот иммигрантский, ой, то есть, господи, пансионерский, извините, я говорилась, начинается в Париже. Но тут мы ставим точку, и теперь мы должны с вами понять, как в дальнейшем Поленов был связан с Абрамским кружком. Дело в том, что в Абрамцевском кружке он занимал одну из главных ниш, можно так сказать. Он был одним из идеологов, безусловно, потому что, когда он учился на правовом факультете университета, закончил он его, он очень необычно, потому что под впечатлением Парижской выставки прикладного искусства 1967 года, он тогда еще был мальчиком, он с родителями там был, он написал диссертацию, которая называлась «О расцвете прикладного искусства, о поддержке народного прикладного искусства со стороны государства и со стороны художников». Вот представьте себе, юрист заканчивает факультет вот с такой диссертацией. Эта диссертация, которую вряд ли кто-то читал, как любую диссертацию, стала целой программой Абрамцевского кружка. И можно сказать, вот в точности по диссертации Поленова развивается творчество его любимой сестры Елены Дмитриевны, которая всю свою жизнь, собственно, посвятила воплощению этой идеи в жизнь. Ну и самый первый и самый такой важный эпизод деятельности Поленова в Абрамском кружке перед вами. Хотя в основном, когда мы оказываемся в Абрамцево и говорим об этом первом произведении русского модерна, в неорусском стиле, то всплывает имя Васнецова. И это, конечно, совершенно справедливо, потому что Васнецов завершал те идеи, которые, собственно, впервые попытался сформулировать в своих набросках поленов. Тяга к архитектуре ощущается на протяжении всего творческого пути художника. Это не случайно. Все вы знаете, что это связано с традициями семьи, в конце концов, даже с генами, потому что его прадед – не такое дальнее родство. Это знаменитая универсальная личность Екатерининской эпохи, Николай Львов, помимо всего прочего, еще и крупнейший архитектор той эпохи. Конечно, об этом наследии, об этой традиции поленов, который всегда был очень связан с глубинными корнями своей семьи, своего дворянского рода, никогда не забывал. Здесь вот такая передача дара через поколение, мы с вами наблюдаем. И поскольку Поленов очень хорошо знал архитектуру русского севера, деревянные церкви Карелии, ведь имочинцы деревня, где он провел детство, это было имение его отца, полученное по наследству, было окружено деревянными церквями, это Ланецкая губерния, сейчас это Ленинградская область, Петербургская область, и он видел русское деревянное зодчество. Также с отцом, который был большим энтузиастом национальной старины, много раз путешествовал по России, как бы мы сейчас сказали, по Золотому кольцу, потому что он был и в Ростове, и в Ярославле, и во Владимире, и в Суздале, естественно, он был и в северных городах, и в Новгороде, и в Пскове. И поэтому, когда в Абрамсове возникла необходимость построить собственную небольшую церковь, потому что во время весеннего половодья усадьба была совершенно отрезана от окружающих ее святынь, я имею в виду, безусловно, Ходьковский монастырь и Троицу Сергиеву Лавру, тем более, что в Абрамсове была совершенно уникальная и также топография, потому что посреди Абрамсовской усадьбы находился один из таких холмов маковцев, которых так много в этих местах, и он просто был действительно создан для того, чтобы возвести на нем церковь. И по воспоминаниям Елизаветы Григорьевны Мамонтовы мы знаем, что на какой-то период Абрамский дом буквально превратился в такую проектную мастерскую, как она с иронией такой некоторые пишут, дом приобрел поистине божественный вид, потому что все было покрыто эскизами, все делали эскизы церкви. И вот как раз Поленов предложил за образец взять церковь Спаса Нередицы. И это было действительно новаторством, потому что, как мы знаем, церковь Спаса Нередицы очень скульптурно, объемно, там нет никаких дробных деталей, которыми так увлекались художники-архитекторы псевдо-русского стиля. Ведь когда мы с вами попадаем на территорию Абрамцева, мы наблюдаем очень удивительное стечение этапов развития архитектуры с начала 70-х годов до уже 1981-1982 года, потому что на территории Абрамцева есть постройки и Гартмана, и Рапета, связанных так называемым псевдо-русским стилем, который просто цитировал в основном народное искусство и накладывал его на классический архитектурный объем. А вот этот поворот к суровой и аскетичной, и за счет этого очень такой цельной, монументальной новгородской архитектуре был симптоматичным. Это действительно первый шаг в сторону большого стиля, которым стал модерн. Ну и вот давайте теперь посмотрим, в чем, собственно, была специфика проекта Поленова. Вот видите, такой первый вариант часовни, который не утвердился. Это просто небольшая деревянная часовня, напоминающая избу, и увенчанная небольшой главкой. А вот следующий вариант. Вот слева на такой более желтенькой бумажке вы видите проекты Поленова, а справа это уже более такой аккуратный, более соответствующий современному облику проект Васнецова. И изначально Поленов склонялся к идее бестолбного храма, когда купол держится на стенах и опирается на мощные контрфорсы. Обратите внимание, что у Поленова контрфорсы еще больше отстают от стены и создают ощущение вот такого как бы роста этого здания, как головы какого-то богатыря из вершины холма. Но у Поленова возникла проблема с самой архитектурной композицией. Он никак не мог понять, где же будет находиться звонница. Он пытался ее приставить к северному фасаду, разместить рядом с основным объемом храма. И вот на этом как бы нерешенном таком вопросе его проект пришел в некоторый тупик. И надо отметить, обратите внимание, пожалуйста, на правом маленьком эскизе. Вверху мы видим рисунок тройного окна. Так вот, к сожалению, не имея никакой указки. Тут вот не могу вам показать. Тройного окна, он такой очень бледный. Но это тройное окно, трехчастное окно. Но потом войдет как очень важный компонент образа. Будет украшено резьбой. Поленов же вот решил эту задачу. И, как вы видите, он разместил звонницу над входом. И таким образом соединил какие-то черты новгородской и псковской архитектуры. В целом его объем более подтянут, организован. И поскольку у Васнецова была возможность посвятить время строительству церкви, то, собственно, он и стал ведущим архитектором этого проекта. Но, как вы понимаете, первоначальный импульс, первоначальная искра, идея исходила от Василия Дмитриевича Поленова. В 1982 году, как мы знаем, Поленов совершает путешествие на Ближний Восток. Он оказывается в Константинополе, в Иерусалиме. И вот я хочу показать вам ряд его впечатлений, которые, возможно, объясняют своеобразие будущего убранства храма во имя спасания рукотворного. Вот эти очень красивые этюды, выполненные в абсолютно драгоценной технике. Вот посмотрите, интерьер храма гроба Господня. Вещь невероятной красоты, потому что она вся написана напоминающими драгоценные мозаические смальты, мазовочками. Она вся искрится. Она залита светом. И вот это драгоценное убранство интерьера, оно, конечно, откладывалось в памяти художника. И вот на этот фрагмент я тоже хочу обратить ваше внимание. Это хоры Святой Софии в Константинополе. И опять же, вот эти зеленые мраморные колонны, которые по преданию были доставлены сюда из разрушенного храма Артемиды в Эфесе. Но это предание. И характерные византийские капители. Все эти впечатления, конечно, постепенно скапливались в копилке архитектора Поленова. И вот это, конечно, совершенно изумительно, живописными средствами передано золотое сияние смальты. И светильник, обратите внимание. Вот все это не прошло даром. Все это потом воплотилось в убранстве Абрамсовской церкви. Конечно, наверное, такие вот фотографии вряд ли могут нам раскрыть все очарование интерьера, потому что ведь интерьер насыщен произведениями прикладного искусства. Вот здесь мы видим и мозаику Васнецова на полу. Мы видим чудесные хоры, тоже расписанные Васнецовым. И росписи Андрюши Мамонтовой, и печь Врубеля. То есть весь интерьер соткан из совершенно замечательных произведений искусства. Каждый из них является еще одним шагом по формированию неорусского стиля в прикладном декоративном искусстве. Но, конечно, центральное место в пространстве храма занимает двухъярусный иконостас. Такие иконостасы Поленов мог видеть в ростовских церквях. Часто говорят о церкви Анна Богослова в Ростове и в новгородских церквях тоже мог видеть. И он является автором проекта деревянной резьбы иконостаса, выполненной в скандинавском стиле в виде плетенок. И если мы с вами рассмотрим иконостас, мы увидим, что здесь появляются какие-то совершенно новые мотивы, очень не характерные для церковного убранства XIX века. Это и мотив неба с месяцами и звездами. Это совершенно замечательная декоративная панель с цветущими земляниками и ягодами. Я хочу обратить ваше внимание, когда мы сейчас рассматриваем в целом иконостас, на некоторую даже асимметрию, что является признаком каких-то новых тенденций, асимметрии в расположении икон, чередование больших иконных и маленьких образов. Мы знаем, что, конечно, авторами иконостаса помимо Поленова являются Васнецов, Репин, даже жена Репина, Вера. И, собственно, это такой общий, совместный, я бы сказала, соборный труд, потому что возведение церкви – это действительно какое-то удивительное общее дело, как можно сказать, языком той эпохи. И неслучайно Васнецов писал о том, что в нас словно забил ключ средних веков и возрождения, потому что это возведение храма руками членов абрамцевского кружка, не только мужчин, но и женщин, как мы знаем, это действительно было такое объединяющее всех домостроительство в каком-то, я бы сказала, религиозном смысле, не только творчество. И давайте разберёмся с некоторыми деталями. Справа вы видите иконы, изображающие различных русских святых, и вот можно сразу, почитаем их славянским миром, можно выделить сразу иконы Василия Поленова. Это те, которые без архитектурного фона. Это Кирилл и Мефодий, просветители, это Алипий Печерский и летописец Нестор. Я имею в виду четыре иконы, две первых, четвёртая и пятая. Вообще-то надо сказать, что для Поленова в дальнейшем обращение к написанию иконных образов было не очень характерно. Он предпочитал писать религиозные картины, как вы знаете, поэтому этот опыт чрезвычайно интересен. И напоминаю, что, собственно, к моменту начала оформительских работ в интерьере Поленов приезжает из своей поездки, своего путешествия с этими замечательными этюдами, впечатлениями. И он пишет вот такой образ благовещения на алтарных вратах, где в образе Богоматери, Девы Марии, юная девушка в образе ангела, вот такой вот юноша с огненными крыльями. Здесь можно говорить, конечно, и о влиянии его впечатлений, полученных на Ближнем Востоке, но можно говорить и о влиянии ранних итальянских мастеров, творчество которых он всегда очень ценил. Обратите внимание также на мотивы деревянной резьбы позолоченной, которые сделаны по проекту Поленова. И я даже вот такой более укрупненный показываю фрагмент с изображением Святого Георгия и мотивом плетенок. Надо сказать, что вот увлечение скандинавскими плетенками и так называемыми тератологическими орнаментами, когда орнаментальные мотивы соединяются с растительным и животным миром, образами растительного и животного мира, очень характерны для раннего поленовского стиля и для, собственно, раннего абрамцевского стиля. А вот обратите внимание, образ спаса нерукотворного, который представлен на иконостасе, принадлежит руке Репина. Все мы это знаем, да? Но киот для рамы выполнен по эскизу Поленова. И на фасаде церкви, для этого я немножечко вернусь, напомню вам, перед главным входом, вы видите, под специальным таким козырьком с зубчатым краем, поэтому в солнечные дни вот эти зубцы падают тенью на майоликовое изображение Христа, спаса нерукотворного, во имя которого освящена церковь. И получается такой своего рода зубчатый нимб. Это тоже очень интересный, продуманный прием поленовым. Так вот, как раз в укрупненном виде вы можете рассмотреть образ спаса нерукотворного, традиционный, на платье. И вы видите, что вот в фрагменте, где, собственно, представлена Дева Мария, мы видим, в общем-то, такую не икону, а картину. Картина немножечко в духе прерафаэлитов на фоне вот этого чудесного окна с витражом. Вообще Полена всегда очень внимательно относился к изображению интерьеров, деталей интерьера. Вспомните, воскрешение дочери Аира. Всегда очень серьезно относился к архитектурным фонам. Архитектурный фон – это просто такая очень важная составляющая, иногда даже лучшая часть многих его композиций. Хочется отдельно рассматривать. И архитектура всегда в живописи играет очень важную роль у Поленова. И вот здесь я хочу вам показать знаменитый этюд Ильи Семеновича Остраухова слева, изображающий интерьер церкви, в которой мы видим и хоругви, многие из которых были сделаны по проекту Поленова, и, собственно, вот эту замечательную лампаду, светильник, произведение прикладного искусства. Вот, собственно, даже в живописи ощущение чистого светлого храма, наполненного драгоценными элементами убранства, производит даже, может быть, более какое-то живое впечатление, нежели в фотографиях. Вот стоит только оказаться в этом храме, ты чувствуешь себя как будто окруженным какими-то святыми и драгоценными вещами. Ну, вот давайте вернемся к мотивам деревянной резьбы. Вот здесь внизу вы как раз видите эскиз Поленова деревянной резьбы. Ну, естественно, в процессе происходили какие-то уточнения, коррективы. Хочу обратить ваше внимание, что прямо над алтарными вратами верхней части находится, вот справа посмотрите, пожалуйста, такая деревянная доска с цветами и ягодами земляники. Этот орнаментальный мотив устойчиво входит в язык неорусского стиля, и в дальнейшем мы с вами увидим этот мотив буквально повсюду, даже на фасаде Ярославского вокзала, который, можно сказать, является таким зрелым уже произведением Шехтеля в стилистике этого направления. И этот мотив, безусловно, почерпнут из народного искусства. И вот тут хочется вспомнить... Да, еще хочу упомянуть, что вот в центре мы видим такую закомару, и в ней находится композиция «Тайная вечеря», поскольку она очень мелкая, и ни при каких обстоятельствах находясь в храме ее рассмотреть совершенно невозможно. Я просто хочу сказать вам, что это как раз произведение Василия Дмитриевича Поленова. И я думаю, что даже укрупнение ничего не дает. Композиция очень темная, мы видим только как будто какой-то свет лампады из глубины. И вот здесь Вы лучше можете рассмотреть все вот эти приемы и сквозной резьбы, и треогранно-вымчатой народной резьбы, которую в это время начинают коллекционировать по окрестным деревням обитателей Абрамцевского кружка. И вот здесь, Вы знаете, не могу себе простить, сколько раз я бывала в Абрамцево, сколько раз я любовалась этой замечательной самой первой доской, которую Репин с Поленовым нашли в деревне Репихова в окрестностях Абрамцево. И вот любоваться-то любовалась, а сфотографировать не сфотографировала. Нигде не смогла найти, поэтому вот показываю Вам такую фотографию Ребус. Тут надо найти эту доску. Сейчас ее, правда, перенесли, по последним сведениям, не так давним, в августе я там была, перенесли в баню Теремок, там, где резьба Поленовой, но она долгое время находилась в кухне Абрамцевской, где развернута экспозиция народного искусства. Вот эта доска выглядывает слева вверху. Это вот самая первая деревянная доска, которая легла в основу всех многочисленных стилизаций на тему ягод и цветов земляники. Там волнистая линия, очень, конечно, стилизованное изображение цветов и плодов. Это верхняя доска наличника, такой своего рода антаблемент, который нашли Репин и Поленов, и с этого началось их увлечение. Не только их, как вы понимаете, в это увлечение включились женщины Абрамцевы с большим энтузиазмом, собирали в окрестных деревнях вот эти произведения народного искусства. Отсюда пошла столярно-реческая мастерская. И хотя Поленов прямого участия в руководстве этой мастерской не принимал, но то, что он заложил этот интерес, можно сказать, зажёг огонь, увлечение. И писал своей сестре Леине Дмитриевне, которая взвалила на себя главный груз вот этой заботы, присылал ей различные зарисовки, спинки саней, которые где-то там увидел, его поразил. То есть это всё в письмах Поленова есть. То есть общение с Поленовым постоянно происходило, и он очень активно, как идеолог, участвовал в формировании этого интереса и, собственно, расцвета декоративно-прикладного искусства. Уже совершенно на новых принципах основанного, потому что это было сотворчество народных мастеров и художников Абрамцева. Именно художники задавали тон вот в точности по диссертации Поленова. Вы знаете, в воспоминаниях об Абрамцеве, когда вы читаете строки, посвящённые тем минувшим дням, меньше всего речь идёт о прикладном искусстве. Все вспоминают живые картины, любительские спектакли. Это было, конечно, основное направление деятельности Савы Ивановича. Но мы с вами знаем, что если бы не было вот этого увлечения народным искусством и вот этого сотворчества, то не родился бы тот замечательный сплав прикладного искусства и архитектуры, который так характерен для русского модерна. И хочу напомнить вам, что как раз в процессе строительства церкви, её оформления, Василий Дмитриевич Поленов встретил спутницу своей жизни. Это была родственница Лизайты Григорьевны Мамонтовой Наталья Васильевна Якунчикова, ну, естественно, потом Поленова. И она происходила из замечательной купеческой семьи, которая дала миру несколько ярких имён. Прежде всего, конечно, на память нам приходит имя её сестры Марии Васильевны Якунчиковой-Вебер. Очень смелой молодой художницы, которая проложила пути символизма и модерна в русской живописи, которая работала в станковой живописи и очень много времени посвятила созданию новых форм прикладного искусства, соединения, например, живописи и выжигания, создания декоративных панно. Но, к сожалению, жизнь её рана прервалась уже в 1902 году. Но она стала яркой последовательницей своей, учительницей, наставницей, Леной Дмитриевной Поленовой. И подхватила, можно сказать, эстафету Лену Дмитриевной, и экспонировала свои работы и вообще продукцию Абрамсовско-столярно-речевских мастерских на Всемирной выставке в Париже в 1900 году. И это, конечно, не прошло бесследно для мировой общественности. Вторая сестра находится как бы в тени Марии Васильевны. Это Наталья Васильевна. Она была художницей-любительницей, много работала с натуры, училась. И, конечно, возможно бы она тоже как-то сумела реализовать свой талант, но, став супругой такого великого художника, как Василия Дмитриевича Поленова, она пожертвовала своим даром ради семьи. И стала помощницей и подлинной поддержкой для художника, его добрым ангелом-хранителем. У них достаточно большая была разница в возрасте, 14 лет. И Поленов уже был не совсем молодым человеком, но он всегда был безупречен, элегантен. Он был просто эталоном джентльменства и вкуса. Поэтому не могла не увлечься им Наталья Васильевна. И я об этом вспомнила, потому что Наталья Васильевна и Василий Дмитриевич были первой парой, которая венчалась в церкви во имя Спаса Нерукотворного, построенного всеми обитателями Абрамцева. Вот графические портреты Натальи Васильевны и Василий Дмитриевича. И вот хочу также напомнить, что среди сестер Якончиковых была еще одна сестра – Вера Васильевна Вульф. Их просто часто путают Мария Васильевна Вебер и Вера Васильевна Вульф. И вот она сыграла удивительную роль в жизни своих сестер, потому что она как бы стала хранительницей дара ран умершей Марии. Она была поддержкой для Натальи. И она жила в Таруси в дальнейшем. И создала замечательный музей, посвященный памяти Виктора Ильпедифоровича Борису Мусатову. Но в основном она занималась прикладным искусством. Она делала панно в технике аппликации. И, кстати, ее работа хранится, даже две работы хранятся в собрании Третьяковской галереи. В Абрамцеве для вновь испеченной молодой пары вот вы видите, была построена так называемая Поленовская дача. И некоторое время Поленов Живной там жили. Сейчас, собственно, это такой павильон в парке, в котором проводятся замечательные выставки, сделанные с большим вкусом всегда в традициях Василия Дмитриевича. И вот мы видим двух друзей. Дружба их связывала на протяжении всей жизни. Конечно, естественно, за такое долгое сотрудничество между ними иногда возникали какие-то разногласия. Но Савва Иванович называл Василия Дмитриевича базилем на французский лад. И немножко с таким уважением и всегда даже с некоторой боязнью относился к тем очень серьёзным профессиональным советам, которые он получал от Поленова и в плане театральных постановок, и в плане вообще образа жизни. Потому что вы понимаете, что Поленов человек очень строгий, очень семейный, склонный, в общем-то, к уединению и творчеству. А Савва Иванович человек совсем другого плана. Не будем уже конкретизировать. Так что сегодня наш главный герой Василий Дмитриевич, и мы поэтому ему поём дефирамбы. Ну и даже на этой фотографии видно, насколько они разные. Такой очень собранный Поленов и очень динамичный, стремительный Савва Иванович, который всегда, как вы понимаете, был одержим какими-то новыми проектами, поэтому совершенно некогда было завершать какие-то старые проекты. И сейчас, как вы уже догадываетесь, мы поговорим о другой очень важной линии в Абранцевском кружке, это любительские спектакли, любительские постановки. И какими бы скромными, иногда сырыми они не казались. Вот, вы знаете, Станиславский, который как раз там и сформировался, потому что он был родственником Элизаветы Григорьевны, он в своих воспоминаниях с большим юмором описывает, как вот эти постановки, собственно, рождались, в какой атмосфере. Он пишет, что все художники в окружении своих учеников что-то там придумывали, хлопотали, это был настоящий конкурс, молодёжь Абранцева топталась в надежде получить новые роли, царила невообразимая суета и беготня, кто-то там начинал делать декорации, кто-то занимался костюмами, а Савва Иванович Мамонтов, примостившись где-нибудь на ступеньках лестницы, набрасывал первый акт пьесы, которые должны были играть вечером. Это вот просто блестяще, настолько все были одержимы, и, в общем-то, не очень даже представляли, что будет, но главное участвовать, главное играть, и вот эти вечные споры, кто будет исполнять главную роль. Но вы догадываетесь, что Василий Дмитриевич всегда исполнял все самые положительные роли, а что касается Виктора Васнецова, то тот, находясь в Киеве и занимаясь таким серьёзным делом, как роспись Владимирского собора, писал обеспокойные письма, не заберут ли у него роль, сами понимаете, кого, Деда Мороза, то есть для них это просто было делом жизни. И надо сказать, что вот в эти постановки были вовлечены буквально все, и не секрет, что у Серова в этих постановках открылись невиданные артистические способности, хотя никто не мог даже заподозрить в молчаливом ТОШе замкнутом таких вот талантов, как, например, исполнение танца живота. Мне очень приятно, что Вы смеётесь, потому что большая часть этих постановок имела такой комический характер, но, естественно, и серьёзные тоже постановки были. И вот я долго искала в переписке, в воспоминаниях, вот где же вот это начинается упоминание о постановках в Абрамцеве, где истоки Абрамцевского театра, и нашла я письмо Мамонтова, где пишет, что таланты Петра Спиро не пропали зря. Вот Вы видите, здесь как раз акварель Василия Дмитриевича, где за роялем сидит Пётр Спиро, над ним возвышается Мамонтов, они там репетируют какие-то испанские романсы, и была поставлена первая пьеса Каморра, такого комического плана про неаполитанских разбойников. Ну а справа Вы видите уже работу Поленова, достаточно такого позднего периода, уже частная опера основана, уже во всю идут такие серьёзные уже недомашние спектакли, и вот он как бы подводя, может быть, даже уже итог вот этому периоду формирования Абрамцевского театра создаёт вот такой рисунок для авантитула альбома. Вот как раз хроника, хроника, рассказывающая о формировании Абрамцевского театра. Посмотрите, какая удивительная композиция. Вот пока Вы её не увидели на выставке, я уверена, что многие из Вас, зная эту работу Поленова, считали, что это афиша или плакат, потому что здесь явно задан вот такой монументальный масштаб, а это всего лишь альбом. Вот почему мы всё-таки затеяли эту лекцию, потому что в экспозиции эскизы декораций очень трудно воспринимать. Вот на экране как-то они лучше смотрят. Это малюсенькие эскизики, крошечные, по которым потом делались большие работы. И вот хочу отметить, что здесь даже появляется почти такой врублевский колорит, и атмосфера тайны. Мы входим как будто в святилище искусств, в какой-то портал храма искусства. Это торжественный вход. В глубине, в портике храма мы с Вами видим луврускую богиню, Венеру Милосскую. Это был бессменный идеал Василия Дмитриевича и практически во всех работах, посвящённых античности, в «Призраках Эллады» тоже, который немножко за рамками сейчас нашего повествования. Этот мотив появится. То есть это концепция абрамцевского театра, служение красоте, служение утончённому эстетскому миру театра. И вот сейчас мы с Вами познакомимся с эскизами Поленом и поймём всё новаторство этих театральных постановок, несмотря на ту неразбериху, некоторую, которая существовала в Абрамцевском кружке. Дело в том, что одна из первых серьёзных постановок, затрагивающих тему взаимодействия античности и христианства, а вот вы знаете, в пространстве Абрамцева это имеет особый смысл. Те, кто бывал там, знают, что рядом с храмом Спаса Нерукотворного находится павильончик для игры детей под названием «Избушка на курьих ножках», «Домик Бабы Яги». И это тоже, но только на каком-то таком уровне русского духа, русского фольклора, соединения христианского и народного фольклорного языческого мира. И вот здесь, в данном случае, обитатели Абрамцева обращаются к вот этой вот драме Майкова «Два мира». Ведь когда мы говорим об Абрамцевском театре, чаще всего речь идет о Снегурочке, об оформлении Васнецова, но мы забываем, что основоположником новых принципов декорации было именно Поленов. Мамонтов для того, чтобы спектакль прошел успешно, заказал профессиональному художнику оформление спектакля. Когда принесли картину в золоченой раме, Поленов пришел в ужас. И в скорости появился вот с этим крошечным эскизом. Но этот крошечный эскиз изменил историю театра. В этот самый миг он создал принцип единой картины или единого панно, на фоне которого разворачивается спектакль. И трудно даже сейчас описать в двух словах, какие последствия это имело. Как русская частная опера преобразилась, как стали оформлять спектакли «Головин и коровин» ученики Поленова, когда декоративное панно и цветовые пятна на нем должны были обязательно ритмически соединяться с костюмами актеров, когда художник вообще стал чуть ли не главным лицом в театре, не говоря уже об Аксте, Бенуа и других великих художниках, сценографах, которые оформляли русские балетные сезоны в Париже. Вот этот первый шаг к будущему синтезу в театре. Вот такая скромная декорация, которая изображает помпеянский дворик, видите, там какие-то росписи, это вообще крошечная вещь, поэтому экран дает нам иллюзию того, что это уже не эскиз, а вот такая замечательная декорация. Вообще обратите внимание еще на мастерство Поленова-акварелиста. Не так много работ в этой технике от него сохранилось, но они все выполнены очень мастерски и очень с тонким чувством освещения, построения пространства. Вот еще одна постановка, такая знаковая для Абрамцевского кружка. Это, опять же, такая драма Жуковского, посвященная португальскому поэту Камоэнсу, который, можно сказать, в забвении, находится в госпитале, в изгнании. Это гений, который терпит непонимание современников. И в этом спектакле как раз вот этого великого португальского поэта играл Поленов. Эту роль исполнял Поленов. А роль юного ученика, восхищающегося гением, его последователя, как раз исполняла Наталья Васильевна. Вот тогда-то их романтические отношения и сформировались. Поэтому видите, что личная жизнь художника, о которой все так любят узнать, она протекала исключительно, не формировалась исключительно в этом пространстве синтеза различных искусств архитектуры и театра. И потом многие символисты мечтали, чтобы жизнь стала искусством. А для обитателей Абрамцевского кружка это происходило играючи, легко и естественно. Очень интересная постановка, где ставились действительно какие-то серьезные философские проблемы. Это история Иосифа. Собственно, это хорошо известный библейский сюжет, который неоднократно привлекал внимание художников и, в частности, главного кумира Василия Дмитриевича, я имею в виду Александра Андреевича Иванова. Вы знаете, что это одна из его академических картин, когда Иосиф трактует сны Виночерпи и Хлебодар. Вы как раз видите слева, в этом черно-белом эскизе, сцену в темнице. Темница представлена в таком египетском храме и совершенно очевидно, что эскиз декораций Ипполенов исполняет под влиянием своих путешествий по Египту. Это знаменитый, один из самых драгоценных этюдов храма Исиды на острове Фили, который сейчас представлен на выставке, и где Поленов с таким упоением изображает драгоценные оттенки керамических паст и росписей, полихромий, которые сохранились на колоннах. Но обратите внимание, что эти переливы оттенков не только в росписях, но и в цветных тенях этого перестильного зала, храма. Поленов был очень влечен этой постановкой, делает целый ряд очень тщательно проработанных, прорисованных, детализированных. Вообще его увлекала египетская тема, очень любил египетские орнаменты. И что удивительно, даже в дочери Иаир, в этой выпускной работе на золотую медаль, он тоже уже какие-то египетские, у него там отдельные элементы проскальзывают. Но уж когда он побывал на берегах Нила, тут все очарование этой древней культуры он очень тонко почувствовал и передал со свойственным ему вкусом, учитьем к различным стилям прошлого. Также одним из шедевров вот этого абрамцевского периода являются декорации Поленова к такой сказке «Алая роза». Ну, собственно, это переложение Мамонтовым известного сюжета русской сказки «Аленький цветочек». И надо сказать, что это была такая постановка, которые вновь и вновь возвращались в Абрамцеве, и впоследствии Мамонтов даже мечтал, чтобы эта постановка стала оперой на музыку Кроткова, и требовали серьезные декорации. Ни один Поленов, надо сказать, был увлечен этим спектаклем, но, пожалуй, его декорации самые интересные, особенно вот эта вот лестница замка, освещенного Луной. Вот здесь, вы знаете, можно сказать, в наибольшей степени прорвалась вот та романтическая жилка, которая вообще характерна для личности Поленова. И посмотрите, как прекрасно он выстраивает пространственные планы, как он соединяет различные впечатления от поездки по Западной Европе, потому что если полистать альбомы его рисунков, то подобные мотивы с средневековыми замками, с лестницами, у него, конечно, встречаются, но как он все эти впечатления синтезирует. Я бы не побоялась сказать, что кипарисы здесь появились уже из совсем других этюдов и эскизов, которые он делал на Ближнем Востоке. Но как все удивительно органично. Вот эта лунная поверхность, свечение, таинственность, сумеречность этого замка, в котором обитает чудовище. Или, как вы видите, здесь такая драгоценная, немножечко в стиле фортуни, с какими-то такими вкраплениями мозаическими. Это уже зало дворца. Совершенно очевидно, что из этих декораций Поленова в дальнейшем выстраивается вся эстетика театрального пространства рубежа веков. И в них, конечно же, чувствуются какие-то такие предсимволистские интонации. Ну и невозможно не вспомнить оперу «Глюка», «Арфея Вредика». И первым, опять же, оказывается в постановках этого спектакля Василий Дмитриевич Поленов. Вот сейчас, когда вы смотрите на эти кипарисы, я думаю, много ассоциаций теснится в вашей голове. И не случайно, потому что Савва Иванович Мамонтов попросил Поленова написать эскиз в стиле Беклина. Арнольд Беклин – один из любимых художников Поленова. Узнал его работы еще в парижский период. Он видел их на выставках и говорил, что вот только Беклину удается передать вот то особое настроение созвучие природы и души человека. Вы знаете, я не специально так выделила слово «настроение», потому что оно у всех на слуху. Мы говорим «пейзаж настроения» по поводу творчества ученика Поленова Лебетана. Это словечко прочно вошло в обиход русского искусства. Я хочу подчеркнуть, что это особое настроение с оттенком меланхолии, с оттенком созерцания, тишины, которое пришло в русское искусство через Поленова и во многом под впечатлением от работ Арнольда Беклина. Она имеет особый акцент, вы понимаете, вот этой вот тайны меланхолии, причастности к молчаливым загадкам природы. Да, вот эти кипарисы Беклиновские, они стали просто устойчивым мотивом для художников, которые обращались к оформлению этого спектакля. Я имею в виду прежде всего Александра Головина, который формировался под непосредственным влиянием Поленова, особенно его сестры Елены, и который уже в 1911 году будет оформлять этот спектакль, главный спектакль Серебряного века, блистательный, многосоставной, из множества картин, из множества декораций, с великолепными костюмами. Ну вот мы видим начало. Вот этот эскиз декораций для оперы Гуно Аида Поленов. Вы, наверное, видели его в экспозиции. Это совершенно крохотулечная, крошечная работа, такой вот эскиз. Но сколько из него выросло египетских постановок на русской сцене. Кстати говоря, и Орфей, и Вредика, и Аида – это уже постановки частной оперы Мамонтова, это серьёзные оперы. И хотя Поленов едва обозначил египетскую тему, но уже Коровин, его ученик, увеличивший вот этот этюд и что-то от себя добавивший, можно сказать, продемонстрировал, как вот реально вот этот очень обобщённый, очень монументальный язык работает на сцене. А уж тут излишне упоминать Бакста, который тоже развивает эти приёмы Поленова. Вы знаете, чтобы немножко передать, ещё попробовать как-то почувствовать атмосферу постановок в частной оперы Мамонтова. Я хочу зачитать фрагмент, где Василий Дмитриевич, ну могу просто даже его пересказать, пишет своей жене Наталье Васильевне такое несколько огорчённое письмо. Он говорит о том, что, конечно, вокал оставляет желать лучшего, что всё, что он мог сделать, делал декорации, написал, подрезал крылья Амуру, но он с юмором, конечно, пишет, организовал гробницу, уложил Орфея, но спектакль, скорее всего, провалится. Интересна потом реакция Мамонтова, который через день после... Знаете, это такой взгляд пессимиста и взгляд оптимиста, через день после постановки, которая не была слишком успешна, и за вокалом в основном, не за декорацией, пишет радостно. Спектакль прошёл блестяще, он получился более глубоким, более тонким, но потом через некоторое время спектакль прошёл ещё лучше. Я представляю выражение лица Поленова при этом, который, конечно, стремился к какому-то совершенно другому, качественному уровню. У них были разные отношения, ведь, понимаете, для Мамонтова это была жизнь, она бурлила вокруг, какие-то несовершенства были неважны, а для Поленова высокое художественное качество было на первом месте, оно было во всём. И, кстати говоря, вот этот эпизод, где он там подрезает крылья Амуру и организует гробницу, он очень важен, потому что, ведь, понимаете, художник в театре того времени делал всё, вот Багст, как вы помните, даже зашивал костюм призрака розы, вот все эти лепесточки уже на самом Нижинском, он сам делал грим, фавну и так далее. То есть художник – это такой демиург спектакль, он отвечает за всё. И вот впервые такую роль художника осознал Поленов в театре. Ну и, конечно, невозможно не упомянуть самый хулиганский такой спектакль. Религиозно настроена Лизавета Григорьевна, она всё время ворчала, и Наталья Васильевна тоже ворчала, что вот детей отвлекают на какой-то дурацкий спектакль, всё это, конечно, совершенно неинтересно. Вот «Два мира», там Иосиф, вот это серьёзные постановки, а вот что такое чёрный тюрбан. Но, конечно, вы понимаете, что в Абрамцеве все просто до упаду хохотали над этими сценами. Откуда вообще взялся этот сюжет? Дело в том, что вы знаете такой эпизод из биографии Савы Ивановича Мамонтова, что в молодости он пробовал себя как актёр, и за этим занятием его застал очень строгий папаша. И в наказание, поскольку он был единственным полноценным наследником, отправил его на Ближний Восток. И вот он там был в Иране. Это самое страшное воспоминание было для Савы Ивановича. То есть он там претерпел какие-то ужасные совершенно приключения. И всю жизнь он просто с ужасом вспоминал это путешествие. Поэтому с Востоком у него были связаны вот такие вот какие-то очень дикие события. И вот с помощью юмора, с помощью иронии он как-то хотел от них освободиться. Но я хочу сказать другое, что вообще восточная тема, она прочно входит в репертуар русского театра. И мы знаем, сколько блистательных потом балетов было поставлено. Ориентализм, вот эта ориенталистическая тема. Ну а это действительно комический спектакль. Оформлял его в основном Воснецов, ну и Поленов тоже, видите, свой вариант. Как бы в данном случае это такой рисунок спектаклю. И вот посмотрите, песнь Селима, да, здесь написана, вот, как бы даже справа налево такая зашифрованная какая-то надпись, стилизующая арабскую вязь. И опять, вот вы видите, Поленов с большим вниманием относится к драгоценной вязи орнамента. Почти целиком использует какой-то свой восточный, ближневосточный эскиз. И действительно, вот он как бы передает аромат, атмосферу, вот как истинный художник. Ну и в Абранцеве, собственно, формируется вот та школа пленерного этюда, которая потом уже, можно сказать, переместилась в Москву и объединила молодых художников на акварельных утрах и на рисовальных вечерах в доме Поленова. Вы знаете, вот это увлечение маленькими уголками природы роднит Василия Дмитриевича и Елену Дмитриевну Поленову. Посмотрите, художник не просто, ну, как бы кто-то сказал, натуралистично, детально воспроизводит лист лопуха, да, а он сразу стилизует, сразу играет с формой. И вот еще чуть-чуть и родится чудесный орнамент. А вот уж наш репейник, который мы впервые увидели, вот поверьте, ни в одном альбоме Поленова его нет, поэтому это прям абсолютное такое открытие выставки. Вы знаете, репейник на таком ярком желтом фоне, что кажется, что это просто золото. Видели все эту чудесную вещь. И репейник очень часто встречается у Полена. И это не случайно. Репейник, а может быть и чертополох, да, такой, я бы сказала, демократический родственник чертополоха. Это растение, которое для Поленова значило очень много, оно было связано и с геральдикой, безусловно, его рода, о чем мы скоро узнаем. Потому что репейник или чертополох – это символ рыцарства, преданности, аскетического служения идеалу. Помните, в самом центре бабушкиного сада растет этот репейник. И тоже говорит нам о связи прошлого и настоящего. Но если копнуть глубже, чертополох – это родственник акк или репейник, растущий на свалках и в заброшенных садах. Кстати, в окрестностях Абрамца очень много до сих пор его растет. Так вот, что я хочу сказать, что это дальний родственник Аканфа или Аканта, того самого, из которого родилась античная коринфская капитель. И с репейником, собственно, связана вот эта удивительная история о скульпторе Калимахе, который когда-то на кладбище увидел могилу юной девы и с грустью удалился. А когда он вернулся, через год, я, конечно, сокращенно вам рассказываю эту историю, он увидел, как репейник или чертополох, или греческий Акант, они все из одной Аканфы или Аканта, одинаково можно говорить, фейты. Архитектор любит говорить Акант. Он увидел вот это упрямое растение, которое вопреки смерти, окружило своими листьями корзину на надгробии, и он утешился, он понял, что жизнь прерывать нельзя, она обязательно возродится. И таким образом появилась вот эта чудесная античная капитель. Поскольку у нас Поленов, великий энтузиаст и почитатель античности, он все это знал прекрасно, вот эти все смыслы, он вкладывал в свое такое очень маленькое ювелирное произведение. Или вот такой умело скомпонованный, очень любовно выполненный этюд, крошечный совершенно, хранится в Абрамцеве. Эти вещи даже не всегда можно увидеть в экспозиции музея. Но как много они говорят о бесконечном чувстве художника по отношению к самым простым мотивам русской природы. И вот мы видим две речки Вори. Какие они разные. Одна из них увидена с высокой точки зрения, и кажется, что в очертаниях реки художник словно видит какой-то таинственный профиль, какой-то лик. Увиден с высокого холма, и, собственно, вот этот прием потом будет чаще встречаться в его русских пейзажах. А вот справа совсем другая речка Вори. И кажется, что не Поленов ее написала скорее Воснецов. Это какой-то такой Аленушкин уголок. Или мотив, связанный с иллюстрациями к русским сказкам его сестры Елены Дмитриевны. Здесь значительно больше, собственно, вот этой абрамцевской атмосферы, когда через природу, через созерцание ее тайны художники приходили к рождению сказочных образов. Ну и также Пленер, Солнце. Вот эта радостная жизнь на воде, сколько этюдов с лодкой писал Поленов. Конечно, не как Клод Мане, даже не как Эдуард Мане, но вот эти этюды, они очень живые. К сожалению, потом они все соединились в вполне салонной картине в лодке на Воре. Я поэтому вам ее даже и не показываю, но очень хорошо известно. Не лучшая работа Поленов, он ее засушил. А вот в этюдах видно, что он очень живо работал, использовал естественное освещение. Ну и вот эта чудесная совершенно аллея. Вроде бы маленькие крошечные работы, но это целая школа для Коровина, Серов. Вот они бок о бок работают там, в Абрамцеве, и идут через Пленер к своим более радикальным новациям благодаря Поленову. Поэтому им не надо было ехать в Париж, особенно Серову, для того, чтобы появился наш русский импрессионизм в конце 80-х годов. Ну, а осень в Абрамцеве – это более поздняя, конечно, вещь. Это уже такой синтетический пейзаж. Это уже не этюд. Это уже стремление действительно дать симфонию, нечто такое полифоническое. И вообще осень была любимым временем года Поленова. И вслед за ним Нестерова, который тоже член Абрамского кружка. Такой немножко сторонний наблюдатель. Он не участвовал во всех этих безобразиях. Человек был строгий. Он писал пейзажи. И надо сказать, что вот эту тему «Темные хвои на фоне золота осени» задает именно Василий Дмитриевич Поленов. У этого пейзажа есть другое грустное название – «Фидюшкин уголок». Потому что, к сожалению, в конце 80-х годов он теряет первенца, сына, которой было всего два года. Это был очень тяжелый удар для Поленова. Кстати, во многом это предопределило поиск какого-то нового места для семьи, для обитания. Возвращаясь к этой вещи, хочу отметить, что действительно здесь есть яркое солнце, есть и сумеречная тень, есть совершенно небывалое ультрамаринно-синее отражение в воде. И мы можем сказать, что при всем пленаризме, непосредственности переживания природы, здесь, конечно, есть какие-то удивительные живописные находки, которые приведут в дальнейшем Поленова к более сложному пониманию таких синтетических задач в пейзаже. Но прежде чем мы вместе с семьей Поленова переедем на Аку, в деревню Барок, вернее, в местечко Барок, в усадьбу Барок и в деревню Беохова, я хотела бы показать еще одно очень важное такое пристанище. Это, собственно, Жуковка под Москвой в окрестностях современного города Королева, где Поленова снимали дачу как раз в 88-м году. И традиции Абрамсовского кружка были для него очень значимы. Там, на этой даче, собственно, это уже работа ученика, коровина, настурции, собирается художественная молодежь. Ученики Поленова по училищу живописи, он был уже профессором училища живописи, выезжают на пленэр. Там очень активно работает Коровин. У него учится Мария Васильевна Якунчикова, о которой я уже упоминала. И вот очень узнаваемая эта веранда дачи, которую мы встречаем в ряде работ Коровина. За чайным столом, написанной с фотографии. Вот здесь, вы знаете, такой парадокс. Дело в том, что я совершенно естественно говорю о том, что Поленов пишет этюды, что у него учится молодое поколение, но в глубине души его точит червь. Он знает, что нельзя писать только этюды, надо работать над большой композицией, потому что вообще-то, вы помните, Академия, Чистяков, все очень серьезно. И об этом ему говорят его товарищи старшего поколения. и он предостерегает своего любимого ученика, Костеньку Коровина, хотя прекрасно понимает, что дар Коровина совсем в другом, все-таки писать композиции. И вот видите, бедный Коровин пишет с фотографии. Также вот потом мучается и пишет вот это вот в лодке. Вы видите, тут эти аналогии напрашивают сами собой. И Поленов позировал для молодого человека, но потом Коровин написал автопортрет, а вот для музы, которая здесь почти без внимания оставлена, как раз Мария Васильевна Якончикова. Потом и Вера Васильевна тоже позировала. Это было не так важно. Главное передать вот эту вот световоздушную среду. Это такие первые шаги к коровинскому импрессионизму. Ну и вот теперь немножко напомню вам, как, собственно, Поленов нашел это идеальное место для себя, для своей работы, для жизни своей семьи. Однажды в 87-м году он возвращался в Москву из Крыма и, проезжая Аку, совершенно влюбился в эти места. И вскоре поездки в окрестности Тарусы стали регулярными. Однажды он там под парусом шел вместе с коровином и облюбовал вот этот удивительный холм, который мы теперь называем усадьба Поленова или Барок, потому что у подножия этого холма разрастался молодой лесок. Сейчас мы это слово почти не употребляем, Бор Сосновый и мечтал о том, что здесь будет дом, усадьба, различные хозяйские постройки, как усадьба будет музеем для окрестных крестьян. Вот вы знаете, абсолютная, казалось бы, маниловщина, но все сбылось с абсолютной точностью. И получив большой гонорар за свою картину «Христос и грешница», Поленов осуществляет свою мечту. Он приобретает в деревне Беохова старую заброшенную усадьбу, это был чужой дом, там как бы не хотелось поселяться вместе с семьей, и начинает вести переговоры, он там построил какой-то небольшой временный флегель двухэтажный, и начинает вести переговоры с местными крестьянами, которые совершенно не понимают, зачем барину понадобилась вот эта песчаная часть берега, на которой ничего не растет, они, кстати, не имели права продавать эту землю, и Поленов ее обменял с большой выгодой для крестьян на плодородные земли, потому что ему, естественно, нужны были не плодородные земли, а прекрасный вид из окна, он же все-таки художник, и начинается строительство дома по проекту Поленова, собственно, это происходит с 91-го по 94-й год, основные строительные работы были завершены, я вот сейчас вам показываю этюд, который Поленов написал в «Имоченцах», вот посмотрите, в том самом печальном, в 73-м году, когда он туда приехал после Рима, чтобы немножечко рядом с родными утешиться после тех потрясений, которые он пережил, и вот тут очень хорошо виден как раз вот этот «Имоченский дом», построенный архитектором Кузьминым, многофасадный, а вокруг хозяйственные постройки, то есть вот эта модель усадьбы с большим количеством построек, с какой-то осмысленной территорией, с природой вокруг, она была заложена у него в детстве, но тут вспоминаются и какие-то другие очень интересные аналогии, потому что Николай Львов в свое время, в Екатеринское время, разрабатывал проект приорадского замка в Гатчине, тоже соединяющей элементы классической архитектуры и вполне такой псевдоготической. Неизвестно, это мы только догадываемся, строим предположения, но вот эта преемственность, безусловно, действительно брал за основу поленов проект Львова или как бы не брал, это не изучено до конца, но есть такие, высказываются такие предположения в литературе. Ну и вот если представить себе всю историко-культурную ситуацию, то во время что мы можем сказать? Что Поленов, построивший уже в 1991-1994 годах вот этот новый дом, уже, как он сам говорил, в скандинавском стиле, в таком аскетическом, минималистическом стиле, он уже предвосхитил русский модерн. и опять же нет такого прямого указания на то, что он отталкивался от движения Arts and Crafts, движения искусства ремесел Уильяма Морриса, но вот эти параллели между Красным домом Морриса с его убранством и собственно домом Поленова безусловно напрашиваются. И вот эта многофасадность и сочетание основных объемов с башнями и использование вот видите мезонинового этажа, разнообразная форма окон, оформление пространства перед домом. Это все, конечно, общие какие-то принципы. Поленов был человеком образованным и занимался самообразованием на протяжении всей жизни. Он постоянно был на международных выставках, он выписывал журнал, он был абсолютно в курсе того, что происходит в это время в европейском искусстве. Интересно, Наталья Васильевна мечтательная пишет, вот хорошо бы уже окончательно переехать туда на АКУ и жить в новом доме, иногда выезжать за границу и как можно реже бывать в Москве. Вы знаете, это замечательно, это очень как-то современно и актуально, потому что в Москве уже жить нельзя совсем. Так вот, проект Поленова, видите, как раз фасады так называемого большого дома. На проекте Поленова видно, верхний фасад выходит на реку, он двухэтажный. Обратите внимание на асимметрию композиции. Там еще была лестница, которая немножко напоминает лестницу в картине «Бабушкин сад», в усадьбе Баумгартена. Такой ностальгический мотив, цитаты из «Старой усадьбы». А это фасад, который выходит на усадебную площадь с клумбами, он трехэтажный, этот фасад. Кстати говоря, вот тот флигель двухэтажный был перенесен из Беохова и соединен переходом с главным зданием. То есть все было очень организовано экономично. Вы знаете, для человека, который не разбирается в архитектуре, и впервые оказывается в Беохово, вернее, в Барке, уже в усадьбе Поленова, при первом взгляде на фасад не сразу ясна структура здания. Есть некоторая живописность, игра окон, очень лаконичный декор, посмотрите, очень деликатный. Это дощатые балкончики, там навершия на крыльце, из очень изящных таких перекрестных балок, которые навевают мотив фахтверковых построек западноевропейских. Но это небольшие акценты, а в основном это белые стены. Хотя первоначально дом был деревянным, и только через несколько лет его оштукатурили и побелели. Вот так он первоначально... Это уже фотография, когда семья Василия Дмитриевича как раз на фоне этого замечательного дома. Видите, территория еще совершенно не благоустроена, только к 1997 году по усадьбе прошли дорожки, была возведена ограда из так называемого тарусского мрамора. Так его любовно называл известняк тарусский. Поленов, а уж он-то, поверьте, знал толк в мраморе. Это из его этюдов, очевидно, античных. Вот так выглядел дом. Обратите внимание, что окна выходят и на верхний, мезонинный этаж. Композиция очень интересная, разнообразная. С каждого нового угла дом по-новому открывается вот эта разнофасадность. Это, конечно, уже признак русского модерна. Надо сказать, что как архитектор Поленов один из самых, может быть, таких интересных, сдержанных, не злоупотребляющих декором. Его архитектура очень функциональна, всё здесь продумано. И, как вы помните, по замыслу художника это не только место для жизни семьи, такое уютное, благоустроенное. В этом, наверное, ему нет равных по сей день, да, но это ещё и культурный центр для всех окружающих жителей Тарусы, окрестных деревень, крестьян. Вот так он мыслил его, как центр просвещения, как центр приобщения красоте. Первоначально мастерская находилась внутри дома. Вот вы как раз видите усадебную площадку перед домом и, собственно, сразу три здания. Это большой дом, это будущая мастерская аббатства, которая появилась позже, и вот, собственно, старый флегель, который был соединён с основным зданием. Архитектура очень органично вписалась в природу. И вот тот двухэтажный объём, который выходит на реку, там существовала такая просека, и до сих пор открывается великолепный вид на Окские дали. Это вот как раз фасад со стороны реки. Видите, здесь ощущение двухэтажного объёма, но зато более растёсанные окна большие, больше света с этой стороны как раз располагалась и располагается по сей день мастерская, и отовсюду в эти окна смотрят прекрасные сосны, посаженные уже самим Василием Людмитовичем, мы понимаем, с тех пор прошло уже почти больше ста лет, да, и собственно, разросся вот тот самый барок, потому что на самом деле помимо обычных лесных растений сажались и пихты, и туи, и всякие экзотические деревья, и вот не могу удержаться, это то, что вот каждый раз пленяет, когда приезжаешь в барок, вот только входишь в дом, особенно зимой, и видишь вот эти удивительные мхи, которыми проложены межоконные вот эти пространства, обязательно там вот эти цветочки, вообще вот бережность к традициям, сухостоев, видите, бережность к традициям этого дома у потомков Поленова, которые до сих пор руководят этим музеем, она совершенно удивительная, и тепло, и уют сохраняются по сей день. Вот мы входим на лестницу, сделанную по проекту художника. Я специально соединила эту лестницу с вазой Врубель, на которой изображен то ли шестикрылый Серафим, то ли Ирис, потому что эта ваза, она стоит вот у первого марша лестницы, и обратите внимание, что собой лестница представляет. Это музей, здесь репродукции картин великих художников, кумиров Поленова, вот мы там видим с вами наверху сикстинскую Мадонну и Мадонну де ла Седия и многие другие шедевры. И человек, попадающий в этот дом, ощущает, что он в храме искусств, не просто в доме художника, не просто в его мастерской. Как любое сооружение модерна, дом растет изнутри наружу, от лестницы к другим пространствам здания. И сначала нас обычно приглашают на первый этаж, где главное пространство – это библиотека. Смотрите, не столовая главная, не гостиная, а библиотека. Сейчас мы видим знаменитое окно с витражами, мы видим проторенессансную Мадонну, которая была главной святыней в доме Поленовых. Мы видим этюды друзей на стенах. И немножечко повернув направо, видим и книжные шкафы, сделанные по проекту Поленовой, и тот самый знаменитый готический шкаф, который в нижнем, вот здесь слева, находится в глубине. Обратите внимание, что и потолки, и деревянные панели стен, они действительно создают ощущение, как будто мы в таком небольшом замке находимся. Вот этот готический шкаф, сделанный по эскизу Поленов с готическими орнаментами. А вот знаменитый камин, на котором по сей день стоят шедевры Михаила Александровича Врубеля. И здесь есть одна такая загадка. Все, кто бывают в Поленове, потом друг у другу спрашивают, а что там вот этот крокодил висит? Это вообще откуда? И не видел ли его Врубель, когда писался его Фауста? Я ответить на этот вопрос не могу. Известно, и сотрудники Поленовского музея тоже как-то никак это не комментируют, но вот был такой крокодил сушеный, участвовал в каких-то постановках, домашних спектаклей, был игрушкой для детей, но видел ли его Врубель, это никому неизвестно, это, наверное, какая-то следующая история следующего исследования. И вот этот камин украшен чудесными изразцами по эскизам как раз Натальи Васильевны Поленовой, и вот в последнем журнале вы, наверное, видели Третьяковской галереи, замечательная публикация, которая как раз рассказывает о том, что в центре мы видим герб семьи Поленовых, который придумал еще знаменитый эмансипатор дед Алексей Семенович, живший во времена Екатерины II, и тогда уже опережая время, размышлявший о необходимости освобождения крестьян. Надо сказать, что вот эти демократические традиции, они были очень сильны в семье Поленовых, и просветительство, благотворительность, можно сказать, даже такое попечительство о крестьянах, окрестных деревень, это была просто даже не традиция, а вот такое живое дело всей семьи. Во многом оно шло еще от Абрамцева, от столярно-реческих мастерских, от вот этого желания включить окрестное население в какой-то живой творческий процесс. Ну, мы знаем, что были основаны школы, что Поленов увлекался народным театром, придумал в поздние уже годы, в 20-е годы, незадолго до смерти, в 20-м году придумал диораму, которую всегда так радушно встречают в этом музее. И вот обратите внимание, здесь листья аканта и дуб, такой как бы старый дуб с молодыми прорастающими на нем листьями. Тоже очень интересная геральдическая тема. Ну, вот, можно полюбоваться одним из вариантов египтянки врубеля. Это то, что связывало Поленова, конечно же, с традициями Абрамцевского кружка. Хотя сам Поленов тоже изучал майолику, то есть он владел этим искусством. А здесь вот я на одном экране соединила такую мемориальную комнату слева, которая посвящена предкам Поленова и прежде всего отцу, который был известным библиографом и археологом. И вот эти его находки, которые он привез из Греции, из Египта стали первыми экспонатами музея. Вот эта витрина голубенькая, там археологические редкости находятся. собственно вот на этих живых останках древних культур росли дети. А справа вы видите коллекцию народного искусства. Видите, здесь и абрамцевская резьба, и игрушки, и всякие туиски. это вот уже другая ипостась Полиновского музея. Если подняться на второй этаж, то вы попадали в мастерскую, в которой по сей день экспонируется вот этот графический вариант картины Поленова «Христос и грешница». Сам художник, кстати, его считал лучшим и более таким концептуально проработанным вариантом композиции. И, конечно, все стены в наши дни во всяком случае заполнены этюдами самого художника. Вот мы видим тут такие шедевры и берег Нормандии, и чудесные итальянские этюды, которые по своим живописным качествам, конечно, совершенно изумительные. И тут пленаризм Поленова уже, можно сказать, перешел в какую-то новую импрессионистическую стадию. Но много детей, шумная семья, и Поленов начинает задумываться о строительстве отдельной мастерской. Вслед за Ивановым он говорит, что художник должен работать один, ему никто не должен мешать. И вот я просто вам хочу показать вот эти этюды, наброски, которые он делает во время своих путешествий по Франции. Он набирает впечатление, вот посмотрите, передают старые стены, тайну древнего аббатства, такую таинственную атмосферу, и даже витражи, там какие-то мерцающие свечи. И вот такие живописные этюды, очень живые, очень непосредственные, и графические зарисовки западноевропейской архитектуры, их очень много. И вы знаете, я хочу сказать, они очень мастерски выполнены, с любовью. Художник действительно изучал эти памятники. Все это легло в основу архитектурного проекта собственной мастерской, и он пишет в письме, что вот строил мастерскую, а вышло аббатство, то есть вышло вот такое какое-то средневековое аббатство, но естественно, что это стилизация, это игра с формой, и собственно аббатство это уже такое совершенно последовательное произведение русского модерна. И здесь вот это разнообразие, это проект, разнообразие фасадов еще отчетливее ощущается. Когда вы входите в аббатство, вы даже не понимаете, куда вы идете, потому что вас встречает застекленная веранда. Вот такое ощущение, что вы идете в какую-то маленькую дачку, но потом, когда вы выходите из мастерской и гуляете по парку, вы вдруг видите какую-то средневековую башню, например, со стороны парка, вы видите огромное окно, вот эти двускатные крыши, полное отсутствие декоративных украшений и очень высокие башенные окна, как в настоящей средневековой крепости, потому что это на самом деле действительно такое место уединения художника от суеты этого мира. А вот на площадь, где течет жизнь, перед большим домом, глядит, можно так сказать, уютный домик с одной двускатной крышей, вот все это лицо аббатства, оно до времени скрыто от зрителя. Так что действительно здесь вот игра архитектурными объемами присутствует в чистом виде, без всяких каких-то особых декоративных элементов. Ну, а в интерьере мы с вами видим залитое светом пространство студии, это большое окно, и Поленов также продумал особый способ трансформации этого пространства, потому что это была не только мастерская, она могла легко превратиться в театральную сцену, к тому же была возможность подняться на второй этаж и сверху посмотреть на расстельные на полу декорации, и в верхних частях здания на антресолях башни хранились декорации, костюмы, то есть это и мастерская художника станковиста, пишущего свои полотна, это и мастерская сценографа, потому что мы с вами знаем, до конца дней Поленов не оставлял идею вот этого театрального просвещения, напоминая вам о том, что он посвятил много времени в середине десятых годов строительству здания народного театра, здания народного театрального просвещения, теперь это зоологическая улица, к сожалению, здание находится в полуразрушенном состоянии, но сейчас там идет реставрация, все затянуто какими-то такими декоративными занавесами. Вот вы видите как раз Поленова за работой в его аббатстве «Пределы Тевериадские», это вот та яркая цветная работа, которая на выставке сейчас присутствует на Мольберте, и мы не должны забывать, что помимо этих двух основных шедевров архитектуры русского модерна, которых я уже так, конечно, вскользь рассказала, потому что для этого надо, чтобы чувствоваться побывать в этих местах, побродить, посмотреть с разных точек зрения на постройки Поленова, ну и, конечно, погулять по территории, увидеть и вот это замечательное адмиралтейство, потому что Поленов любил очень парусный спорт, плавать на лодках, еще в вымоченцах, потом по реке Вори, вообще река всегда играла очень большую роль в его жизни, и вот возникло такое шуточное название адмиралтейства, где хранились суда, были всякие сараи, там коровники, конюшни, сенные сарай, даже ледник в виде пирамиды, это тоже дань памяти Николаю Львову, ледник, наверное, правильно говорить, и еще Поленов хотел для крестьян построить мельницу, он даже разработал не только архитектурный проект, ветряную мельницу, как в Западной Европе, но даже детально разработал инженерные конструкции, то есть он очень серьезно к этому подошел, к сожалению, мельница при жизни Поленова построена не была, вот один из сараев, и обратите внимание, что сараи построены как раз у стилистинки западноевропейской фахтверковой архитектуры, где в основе деревянные конструкции, которые заполняются уже различным строительным материалом, но сейчас, конечно, в этих постройках мы с вами наблюдаем какие-то разные интересные для посетителей экспозиции, вот сарай часто служит для очень хороших и интересных выставок, так же, как Поленовская дача в Абрамцеве, и вот исследователи уже, конечно, давно обратили внимание на то, что въездные вороты в усадьбу с этой очень красивой, посаженной Поленовым сосновой аллеей, с такими причудливыми переплетениями стволов и сосен, очень похожи на знаменитые этюды, написанные художникам в 1874 году в Виоле вот эти усадебные ворота, но Виоле это обаяние заброшенной усадьбы, да, а в Поленове и по сей день вот эти ворота, они в прекрасном состоянии, а граду усадьбы выполнена из-за русского мрамора, и действительно вот каждая постройка является собой такой синтез искусств, да, но уже то есть это уже не просто усадьба, это действительно усадебно-парковый ансамбль, и вот мы выходя из этих ворот проходим чуть-чуть по дороге, но лучше, конечно, идти по берегу от адмиралтейства вдоль реки, потом подняться к Тарусскому кладбищу, оттуда прекрасно, но это тяжелый путь, да, оттуда открывается, потому что там предполагается восхождение, открывается потрясающий вид на Аку, где-то вдалеке, там Тарусы, Серпухов, и вот вот эта замечательная церковь Троицы в Бехово, в Бехово. Слева вы видите проект Поленова, и здесь вот посмотрите, он очень тонко синтезирует вот эту вот главу, идущую еще от Абрамцевской церкви, от традиций новгородской архитектуры, с деревянной северной архитектурой, где мы видим несколько ярусов двухскатных крыш и отдельно стоящую такую немножко, опять же, европейскую звонницу, вот эту компанилу, которая дополняет ансамбль. Благодаря тому, что в пространственном объеме церкви очень много вот таких белых плоскостей, силуэт этой церкви виден издалека от серпухов, ну от Тарусы, это я, конечно, преувеличиваю, от серпухов не виден, от Тарусы виден. Вот это вообще какая-то доминанта в пейзаже, ну во-первых, церковь действительно на высоте стоит, на высоком берегу. И когда Поленов задумал этот храм для окрестных крестьян, он говорил о том, что храм современный, это не только дом молитвы, это еще и дом, где люди могут быть причастными к красоте, к просвещению, к искусству. И хотя убранство храм очень аскетично, там всего несколько резных капителей, одна из них сделана для примера Поленовым, а потом уже мастера выполняли, но вот эта удивительная простота, ясность и рождает вот то чувство комфорта, гармонии, которое всегда охватывает нас, когда мы оказываемся, если нам повезет, потому что не всегда храм бывает открыт в ее интерьере. Вот вы, наверное, обратили внимание на выставке представлен пейзаж из частной коллекции, где Поленов запечатлел реальную ситуацию, которой уже давно нет, потому что ведь, понимаете, вот эта Троицкая церковь Поленова была построена чуть выше, чем деревянная старая церковь. Вот этой деревянной старой церкви уже нет давно, на ее месте как раз находится погост, на котором, как мы знаем, нашли вечное покоение и сам Поленов, и его родственники. Но этот пейзаж, конечно, бесценный, потому что вот мы видим здесь эти две церкви стоящими на склоне села Бехово. И, собственно, села этого тоже давно нет. Ну, и немножечко под конец, в качестве такого финала, давайте посмотрим эпические пейзажи Поленова, широкоформатные, панорамные. Он, естественно, пришел к такому совершенно новому чувству природы, ушел от камерности абрамсовских пейзажей, потому что сам ландшафт, сам берег Оки с его широким вот этим изгибом, с этими высокими берегами. Смотрите, там с самого вверху церковь видна. Настраивали его на такой возвышенный созерцательный лад, высокая точка зрения. И в то же время, как художник 19 века, очень внимателен к деталям. И если задать тебе вопрос, чем его золотая осень отличается от левитановской, ведь мы все знаем прежде всего левитановскую золотую осень, чем отличается? Тем, что здесь нет каких-то эмоциональных контрастов, драматизма, напряжения. И может быть, этот образ не так врезается в память, как левитановская золотая осень, но зато он невероятно чуткий и нежный, он улавливает какие-то очень характерные черты русской природы, он скорее обобщает, чем выявляет какие-то такие характерные особенности. Взгляд скользит, и в то же время, в какой-то момент взгляд останавливается, мы понимаем, что при всей вот этой обобщенности Поленов прекрасно передал чувство раннего осеннего листопада, точечными мазками, он передал вот эту музыку падающего золота, падающих листьев, которые здесь, конечно, являются такой, я бы сказала, изюминкой этого пейзажа. Ну, и мы видим, что в пейзажах 90-х годов Поленов идет уже за своими учениками, за Левитаном, Коровиным, находит какие-то новые экспрессивные возможности в живописи. И это вот этот совершенно замечательный, такой совершенно левитановский пейзаж. Ака стынет. И особенно хочу вот ими закончить свой рассказ. Это панорамные пейзажи, которые всех поразили с этим узким форматом. Пейзажи, изображающие вид на Тарусу. Мы видим, как Поленов, который прошел все этапы пленарной живописи, увлекался разными форматами, нашел для себя вот это вот такое ощущение всеобъемлющего ритма жизни на Аке. И город, вернее, такая, ну, как бы деревня большая, Таруса, которая находилась на левом берегу Аки, это для него притягательное место, в которое он всегда спешит, потому что там и Цветаев, и Вера Вульф, и Борисов Мусатов, чуть раньше, конечно, Мусат Франа ушел из жизни. Это люди, которые всегда его ждут, всегда ему рады, много добрых дел связывают его с Тарусой. Вот Таруса на том дальнем берегу, у него как городок Витей, Клода Манне. Посмотрите, сколько там удивительных, ярких мазков, какая насыщенная живопись. И в то же время Поленов ни эпигона импрессионистов или своих учеников нет. Он работает с привычной мушаротой. Сейчас я вам покажу как раз такие отдельные фрагменты. Конечно, самый завораживающий пейзаж это вид на Тарусу вечером. Здесь сквозит импрессионистическое чувство мелькающих драгоценных красок. Но есть и сумеречный уголок. Как с тоном работает художник, как он передает свет костра. И другой берег он пишет очень широкой кистью. Он демонстрирует здесь все свое мастерство. если посмотреть внимательно приблизиться и смотреться фактуру этого живописного полотна, вы видите, что кое-где он кладет краску совершенно прозрачной, так что структуру холста, как у Борисова Мусатова просвечивает. А где-то он работает пастозными мазками. Ни одну деталь не прописывает, дает общее впечатление, достигает какой-то невероятной обобщенности колорита. И можно сказать, что вот эти пейзажи являются открытием выставки. Они говорят о том, что, конечно, в 900-е годы Поленов был на пороге каких-то очень новых, интересных, живописных новаций в русском пейзаже. Но, как мы знаем, его целиком поглотили заботы о театре для народа, о народном театре. Ну, на этом я закончу сегодня свой рассказ. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.